За первые полугодия текущего года в консолидированный бюджет Республики поступили налоговые и неналоговые доходы с суммами 108,8 млрд. рублей. С учетом безвозмездных поступлений объем доходов достиг 121,3 млрд. рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 113,8 млрд. рублей. Общее поступление всех налоговых платежей в территории Республики составило 209,3 млрд. рублей. Основные макроэкономические показатели за первые полугодия текущего года показывают некоторый рост к прошлогоднему периоду. Индекс промышленного производства составил 103,2%. Объемы продукции и сельскохозяйства 101,7. Темпы роста объема строительных работ 103,9. По розничным оборотам мы еще как бы не вышли, пока на 1,1% меньше, чем по итогам первого полугодия 2015 года, но эти цифры постепенно растут. Безусловно, достигнутые экономические показатели не должны нас успокаивать. Это во многом результат работы, проведенной в предыдущие годы. Сегодня необходимо обеспечить сохранение достигнутой положительной динамики, находить резервы для дальнейшего роста экономики и поступления в бюджет, обеспечить эффективную деятельность наших предприятий. По итогам пяти месяцев текущего года почти четверть республиканских предприятий получили убытки в сумме 18 миллиардов рублей. Рост аналогичному периоду прошлого года на 4 миллиарда. Переплата по налогу на прибыль в бюджет республики по итогам первого полугодия составила 7,4 миллиарда рублей. По сравнению с началом года эта цифра выросла на 1,4 миллиарда рублей. Кроме того, в настоящее время более 700 организаций и предприятий республики находятся в процедуре банкротства. Причем с начала года их количество увеличилось на 50 предприятий. В ближайшее время это может оказать негативное влияние на поступление налога на прибыль и других доходов бюджета. Правительству необходимо обратить на данные моменты особое внимание. Есть вопросы, требующие решения счастья налога на доходы физических лиц. В ряде районов имеются некоторые отставания поступления НДФЛ от прошлого года. Это Камско-Устинский, Усегорский, Октанойский и Алексеевский. При этом сохраняется задолженность перед бюджетом. Снижение поступлений по доходу налога быть не должно. Прошу налоговые органы совместно с Минфином и муниципалитетами проанализировать ситуацию. Отдельно остановлюсь на вопросах налоговой задолженности. На прошлой неделе по данной теме мы провели отдельное совещание. Сумма задолженности в консолидировании в бюджет сегодня составляет 7,2 миллиарда рублей. Это важный резерв роста наших поступлений. В республике организован специальный штаб для координации работы по взысканию задолженности. Реальные результаты должны быть достигнуты уже в ближайшее время. Это одно из приоритетных направлений работы. Сегодня мы неукоснительно выполняем основные государственные задачи. Своевременно и в полном объеме выплачиваются заработные платы работникам в бюджетной сфере. Отсчитается бесперебойное обеспечение учреждения здравоохранения и льготных категорий граждан лекарственными средствами. Производство выплаты социальных пособий оплаты льгот. Удельный вес первоочередных и социально значимых расходов в бюджете составляет более 75%. Важно активизировать деятельность по выявлению и использованию резервов расходной части бюджета. Сегодня в республике проводятся работы по оптимизации структуры ведомств и учреждений, а также финансирование государственных условий, повышение эффективности государственных и муниципальных закупок, совершенствованию государственных программ и по ряду других направлений. Эту работу нужно продолжить. Кроме того, данные направления следуют в участии в бюджетных проектировках на следующий год. Продолжение следует...